Переходим к фронту на других участках. Сейчас мы очень активно следим за событиями на Бахмутском направлении после освобождения Авдеевки. Есть успехи в районе Клещиевки. Какой вы видите ситуацию вокруг Бахмута? Там идет процесс его окружения, взятие в кольцо или там другие какие-то сценарии отрабатываются? Ну, первая основная задача это взятие под контроль высот и плацдарма возле этих высот, вывод на высоты батареи и взятие в окружение, оперативное окружение всех низин в районе этих высот. Там получается на самой гряде, это старая гряда, старый гор Донецкого кряжа. Превышение в районе 200 метров над уровнем моря. Но там есть низины с перепадом до 100 метров. И вот в этих низинах между высотками находится тот же Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка, ну и дальше там в сторону Горловки эта высота идет. Потому задача основная занять высоты, взять в оперативное окружение эти гарнизоны в низинах, ну и дальше их уничтожать, выдавливая или уничтожая, если они, допустим, не соберутся выходить, можно так сказать. Но общее движение это на юг, от Бахмута на юг, в сторону Горловки по высотам. То есть вот это движение по высотам, оно будет продолжаться. Это стратегическое направление как раз в сторону высот, в районе Горловки там превышение уже за 300 метров. То есть оттуда с Горловки уже можно двигаться дальше уже на снижение. То есть Горловка одна из таких, даже не сама Горловка, а Торецк. Вот мы сейчас в районе, то есть идем в сторону Торецка. И вот общее направление, конечно, на Горловку. Ну а низины, то есть вот эти населенные пункты, которые мы сейчас освобождаем. Это как раз работа уже над усилением нашего, с одной стороны, фланга, восточного фланга. Ну и зачистка уже, можно сказать, и тылу в том числе, так как каждый населенный пункт, это уже получилось такое вклинение в нашу линию обороны. Потому никто в тылу это все оставлять не будет. То есть зачищаемся, а дальше будем двигаться в сторону Горловки. На Донецком направлении. Что там происходит? Вот у нас есть успехи вблизи опытного, да? И начали звучать в прессе уже мнения о том, что впереди, ну, чуть ли не прорыв Донецка. Это, конечно, крайне привлекательно звучит для нас, для всех, но чего ждать на самом деле? Действительно ли может освобождение Донецка быть одной из приоритетных целей сейчас? Все будет зависеть от того, где, в каком месте фронт первый разорвется. Ну, то есть, да, где будет прорыв, причем этот прорыв будет организован, с одной стороны, самими россиянами, так как они сейчас пытаются размазать ровным слоем по всей линии фронта те маленькие резервы, которые у них есть, или даже перебрасывают иногда уже вступившие в бой резервы с одного места на другое, что никогда никто не делает, так как резервы, вступившие в бой, они уже теряют как минимум 30% боеготовности. То есть, их выводить и перебрасывать еще в какое-то место, это минус 50% боеготовности. Потому что россияне это делают из-за безысходности, так как резервов реальных, свежих нет. Они сейчас даже не готовую 25-ку разрывают, то есть ее даже еще не собрали, 25-ю армию, а ее уже разорвали и части более-менее укомплектованные бросают на заделку проблем вдоль всей линии фронта, в основном в сторону Луганска. То есть, разорвется там, где россияне не успеют купировать ситуацию, да, купировать ситуацию. И туда пойдут уже наши резервы, то есть в этот прорыв пойдет наша резервы. Это может быть Донецк, это может быть Горловка, это может быть Кремена, это может быть, допустим, Временский выступ, Углидар, Ореховское направление, или форсирование Днепра, или даже не исключаю тот же Энергодар, то есть левый берег Каховского водохранилища, в любом месте. Это будет все зависеть, это как танго вдвоем, танцуют два партнера, и вот как один движется, второй за ним, то есть и здесь та же картина. Все будет зависеть от россиян. Ну, а мы уже свою удачу не упустим в этом смысле, отработаем по полу. Ну, на фоне вот этого размазывания, да, резервов по всей линии фронта, о которой вы говорите, тем удивительнее выглядит их сосредоточение максимальных сил под Купенском. Понятно, что это для отвлечения, да, для того, чтобы, ну, это маневры для того, чтобы и наши силы туда подтянуть. Они действительно могут там что-то захватить, или это просто, ну, я не знаю, пиар-акция для своего внутреннего потребления? Нет, ну, это неудивительно, это как раз все логично. Дело в том, что фронта у россиян растянута на 1200 километров. Это 1200 километров логистики, так как она же прижата к Азовскому и Черному морям. Им приходится там везти все тысячу километров, допустим, снаряд до того же Энергодара. Он едет сотни километров до тысячи километров, чтобы туда доставить его. И, естественно, оптимальный вариант – это в самом коротком плече. А самое короткое плечо – это Купинск. То есть от Валуек до Купинска 80 километров. Естественно, от границы Украины с Россией до линии фронта километров 30-40. Это полчаса езды, ну, час езды. Потому, естественно, это естественное, логичное действие россиян для того, чтобы, допустим, организовать где-то в каком-то месте кулак и начать двигаться, ну, хотя бы хоть что-нибудь предоставить в этом году для российского потребления, для внутреннего потребления, так как год у них получается полностью провальный. И закончить год полными провалами везде практически. Им невозможно, скорее всего, впереди еще и выборы. То есть надо как-то на какой-то основе как-то подогреть мнение. Потому они, внутренний информационный поток, потому они будут пытаться в ближайшее время, потому что уже видны сформировавшиеся такие кластеры там в районе Купинска, Купинск-Сватово, вот в Треугольнике, если смотреть, Купинск-Сватово. Там есть несколько уже готовых бригад, которые будут в ближайшее время, я думаю, до конца месяца они попытаются штурмовать нашу оборону в районе Купинска, Купинско-Сватово до Сватово в этом промежутке. Широкомасштабные боевые действия они не организуют, но вот в Междуречье, между рекой Оскол и рекой Жеребец они попробуют там, может быть, по ширине фронта где-то по 10 километров попытаться понаступать, так как там довольно-таки неудобная для наступления поверхность. Это Междуречье, там четыре реки, можно сказать, в этом районе, и Оскол, и Жеребец, и река Красная, три реки с севера на юг впадают в Северский Донецк. Они идут параллельно, вот в этом Междуречье очень сложно развернуться войскам. Танкоопасное направление, там их несколько штук есть, но они намежь за 9 месяцев. Проминированы, проведены определенные инженерно-технические мероприятия, туда подтянута техника артиллерийская, и как только они начнут выход, они уже начинали выход, они уже получили, несколько раз попадали в огневые мешки. То есть встретим, встретим, как всегда, насыпем, потому вернуться не будут обижаться. То, что не встретили.